Привет друзья! Возвращаюсь с ловлю жутца. Сегодня, кто смотрел этот выпуск, где я ловил жутца, знает, что довольно прохладно, поэтому я в такой экипировке, но в принципе, солнце сейчас будет опять пригревать, но вчера деньком, так что, ну, вполне можно обходиться и без балаквала, но если она есть, грехи ее не использовать. Что ж, жутцов вдоволь наловил, настроение пока позитивное, сейчас главная задача мне сходить, проверить снасти, раздолбить жир лица, переставить маленько другое место, ну просто их рядом лунку просверливаешь и ставишь другое место. Тут не знаю, кто-то на реке похудело, тоже установил какую-то снасть на налима. Это бугорок там, закопано что-то. Ну, это не наши дела. Нам же никто не мешает лить будем, так что ему никому не мешаем. Мы идем своим просто мухам и на них будем сегодня ловить, надеюсь, хороших налимов, но хотя бы каких-нибудь, то вперед. А теперь в бой. Что, друзья, начну с самого неинтересного для себя, это раздолбливание жир лиц и переставление их маленько в другое место. Просто отетровку отойду, лунку просверливаю, удавливаю жир лицу, но они не сильно замерзли, судя по вчерашнему. Так что, сегодня вот главное оружие, и вот, выдвигаемся в бой, рыболовы-имдзя идут голубить, махать топром и сверлить сверлом. Так, друзья, жир лица в нерзло, из-за этого флажок не сработал, но рыба там есть. Сейчас я буду заставать и смотреть, что там за рыба. Ну, неплохой, неплохой килограммчик есть, есть в песке. Придется с ним повоевать маленько, но рыба достойная того, чтобы с ним повоевать маленько. Тройник. Ну, тройник у меня есть запасной, так что-либо легче перевязать, чем отцепить. Так что, сейчас мы займемся этим интересным занятием. Видите, жир лица не сработала. Леска, видать, тут растула. Сейчас мы все сделаем. Финчи даем. Что ж, первая часть дел сделано. Можно чаю испить. Не засчитывая на то, что, возможно, что-то попадется, я даже не думал, никак. Все равно не проверял, думал, просто что-нибудь там, между ними, сработок нету, схожу просто переставлю. Так как вчера одной я попался на полторашке, но на нее поклевку трудно увидеть. Но ложек не сработал, и рыба была. Так что мы вот все очистили, все переставили. И завтра будем ждать новых трофейчиков. Сейчас чайку просто попьем. И пойдем проверять наши поставушки еще. Вполне возможно, вчера там зарядили свеженьких, новеньких жутчиков. Так что, вполне возможно, там еще что-то попадется. Так, друзья, приступаем к проверке наших поставушек. Ну, по-моему, в раскладе я сегодня уже рыбу в канал, и я счастлив. Так что, можно и без нее. Но хотелось бы, конечно, вас чем-то удивить. Так, чтобы лишнее убрать, чтобы вмешалось. Супков нет. Печально. Тут у нас вчера проверялись, не было крючка кто-то вкусил. А остальное пока все на месте. Вот этого пожевали, но он живой. Покотаны. Давайте его отпустим. Он этого заслужил. Видимо, крупноват. Оказался жутчик. Ну и на лимчике, кто там был, скорее всего, на лимчике, потому что он просто, без укусов, просто пожеван, ну как, пососанный такой. Его решил бросить. Так, остальные жутчики все вроде так, около дела, бойканьки. Сегодня никто их не ворует, не ворует, просто вот один крупный был. И все. Но этот тоже такой же. Вроде этот не крупный. Но он живой. Может, вот такие по вкусике его привлекут рыбу. Так что его обратно сейчас зарядим. Так я считаю. Поставим его. Все готово. Проверка второй снасти. Это вроде ничего. Идет тяжело, почему-то. А так числа тяжело. Или в уголок вообще. Блин, все же с этого на месте. Что-то меня пугает. Этот какой-то целованный. Его целовал слегка. Какие бойкие. Сам бы съел. Только жутцов потратили, можно было. Каждый день жутцов доможались. Живее всех живых. Сейчас опять, может, плотва не нравится. Вот им. Сейчас окунь надо. Нужен. Вот этому все. Этого капитально тут изживали. Ну, видать, мелковатый тот-то был. О, да, лименок. Лименок есть. Даже не чувствовал его. Присутствие. Тоже оцелованный. Вот, видят, такие шпаненки плавают. О, еще один. Вот они такие вот и есть тут. Хлопцы. Учерявые. Жутцов только дают. Почем зря. Так, ладно. Сейчас пока не тренируй. Не запутали. Мы начнем их отцеплять. Так, ты что? Ну, ребятишечки, успокойтесь. Понятно, не могу тучать. Другой ключок какой-то. Того не видно, твоего. Отдай ты. Отечественная проблема. С нами вроде ключок рядом. А все, кровь пошла, что опять. А, умер пять, да. Разбираться так. Ладно, будем по старинке угрыбать. И потом только отцеплять. Тем меньше, тем хуже их отцеплять. Такие вот они. У меня сейчас рыбы. Что, друзья, охота за налима прошла к концу. Сегодня как сюда пришел. Я все потратил где-то 2,5 часа, наверное, времени. Может, чуть поменьше. И за все это время я проклиться не одевал. То есть, вроде на улице минус 20 там с чем-то. Может быть. Ну, сейчас теплее по-любому, ну, даже если не в тени. Но солнце пригревает. И температура от этого еще сам движешься. Холодно не замечаешь. Ну, вот доказательство. То, что на улице действительно минусовая температура. Пойман час назад. Окочуился полностью. Эти-то и тоже стали уже замерзать. То есть, так, когда движешься. Вот в такую погоду приятно рыбачить. Даже если там минус 20, там минус 25. Это лучше, чем снег, ветер и минус там 10-15. Намного больше там вернет все. Тоже, сейчас пьем чай. Собираемся. Идем домой. Всем порадовал, конечно, вот этот красавчик. Ну, вот там килограмма нет, мы вот поменьше. Но по сравнению с этими намного веселее рыбка. Проверяли. Не было надежды, но... А надежда оказалась нас преследовать с другой стороны. Так что сейчас флажки перетрясли, их снова заведили. Они еще себя покажут. Мы их убирать не будем. Ну что ж, всем пока. До скорой встречи. С вами был Юрий Тетерин. Охота за моримами. Завтра снова будем на них охотиться. Скорее всего, их никто никуда не позовет. Все, пока-пока. Пока.